Национальный заповедник, северо-западная часть, штат Вашингтон. Ребята, я начинаю весьма экспериментальное видео. Значит, я здесь сейчас стою. Ну вот, смотри, где я стою. Это недалеко от Привокского террасного заповедника. Собственно говоря, это он уже и есть. У меня здесь изумительные книги. Это важная книга, о которой я еще буду говорить много, потому что я ее сейчас читаю. Далее, смотри. Сейчас я собираюсь вам начать читать шведский всадник Лео Перуце. У меня уже первый опыт был, я его, наверное, публиковать не буду, потому что это, в общем, трудно слушать. Потому что у меня R, L плохо произносится. С дикцией у меня некоторые проблемы, но не диктор точно. Ну, с другой стороны, все-таки не так, как в том анекдоте. Что называется, как ты попал на радио, у тебя там что, Блад? Нет, сестла. Все-таки не до такой степени. Значит, кратко, друзья мои. Во-первых, никто, кроме меня, шведского всадника вам читать не будет. Ну, я думаю, что этот случай, конечно, теоретически может быть, но вряд ли. Это настоящая магическая книга. Лео Перуц – это элитарный автор для настоящих, знающих пацанов. Про него наведете справки, если вам понадобится. Это настоящая магическая литература. То есть, это действительно так. Во всяком случае, магия для настоящих пацанов. Итак, я вам буду читать сейчас сначала. Это будет видео один. Перечитывать уже не буду. Я просто потом отслушаю. Потом отслушаю. И, как говорится, поработаю над недостатками. Пока буду читать. Пока буду читать, где, блин, у меня закладочка. Я буду наводить камеру куда-нибудь. Вот, может быть, туда, туда. Ну, вот так вот. Ну, вот так. Это не важно, куда будет камера. Значит, давай для начала. Ну, короче, поехали. Всё. Я буду сейчас вот читать максимально чётко и медленно. Ну, это будет, собственно говоря, аудиоформат, чтобы ты мог слушать. Значит, «Шведский всадник» ещё раз. Это, на мой взгляд, самая зашибательски интересная книжка вообще. Вот «Шведский всадник», роман. Я считаю, он превосходит Агату Кристи. И же с ней, значит, Александр Дюма там. Кто у нас считается идеалом интересного. Поехали. Мария Христина. Урождённая фон Торнефельд в первом браке фон Рансау, вышедшая по смерти первого своего супруга, зачлена Королевского государственного совета Дании и чрезвычайного посла графа Бломя, написала свои воспоминания в середине 18 века, когда ей было уже за 50. Это маленькое сочинение о заглавленной картинке моей жизни в лицах и красках вышло в свет лишь спустя несколько десятилетий. К тому времени графини давно не было на свете. Один из её внуков согласился на сокращённую публикацию мемуаров бабушки в начале 19 века. Слушай, здесь я всё-таки отвлекусь. Я сам очень тяжело въезжаю, когда вот эта путаница родства. Короче, если что, вот сейчас поставишь на паузу, перечитаешь первый абзац про происхождение, собственно говоря, той, кто написал воспоминания о своей жизни. Ладно, дальше. Так, вот сюда направлю камеру, подожди. Нет, туда не получается. Вот так будет камера направлена. Книга не без оснований носит такое претенциозное название. Графиня довелось в своё время изрядно поколесить по свету. Она сопровождала второго мужа, датского государственного советника, в его поездках по многим странам мира. Однажды их даже занесло в Иран, и они долго жили в Исфагане, при дворе Надир-Шаха. В её воспоминаниях найдётся немало такого, что представляет интерес и для нынешнего читателя. Так, уже первая глава содержит впечатляющий рассказ о преследовании крестьян-протестантов в архиепископстве Зальцбургском. В одной из следующих глав графиня сообщает о восстании константинопольских переписчиков книг, которых основание тамошней типографии лишило куска хлеба. Она сумела очень картинно изобразить движение исцелителей молитвами в Ревеле и насильственное подавление этой фанатичной секты. И, пользуясь её же собственными словами, видела в Геркулануме самые первые откопанные там статуи и барельефы из мрамора, хотя едва ли осознала всё значение этой находки. В Париже ей довелось прокатиться на механической коляске, которая без лошадей, внутренней движимой силой, промчалась 11 французских миль менее чем за два часа. Она поддерживала дружеские связи с некоторыми из великих умов эпохи. На Бау-Маскараде в Париже она познакомилась с Кребельоном и, вероятно, была даже некоторое время его возлюбленной. С Вольтером она долго беседовала на празднике вольных каменщиков, проходившем в Люнивиле. Если что, это вольные каменщики, ребятки, это масоны. А через несколько лет, в тот день, когда философа ввели в состав Академии, встречалась и говорила с ним в Париже. Среди её друзей было и несколько учёных-естествоиспытателей. Например, господин Д. Реомюр и профессор экспериментальной физики господин фон Мушенбрук, который изобрёл Лейденскую банку. Также не лишена очарования истории её встреч с великим капельмейстером господином Бахом из Лейпцига, божественный дар которого она впервые оценила в 1741 году в Потсдамском соборе Святого Духа, где тот служил органистом. Это речь про Иоргана Себастьяна Баха. Но сильнейшее впечатление получит читатель от тех страниц её книги, на которых Мария Христина Бломи в очаровательных, поэтически нежных словах вспоминает рано погибшего отца, которого она называет шведским всадником. Его исчезновения, а также странные и противоречивые обстоятельства, сопутствующие этому трагическому событию, покрыли тенью годы её ранней юности. Мария Христина Бломи по её сообщению, собственно, её собственному сообщению, родилась в Силезии в имении её родителей. И на её крещении присутствовало дворянство всей округи. Её память сохранила весьма расплывчатый образ отца, шведского всадника. Обычно у него были грозные, пугающие глаза, говорит она. Но когда он смотрел на меня, мне казалось, будто я вижу раскрытые небеса. Когда ей было шесть лет или чуть больше, отец покинул имение, чтобы идти в поход на Россию под знаменами Карла XII шведского, слава которого в тот момент после разгрома Саксонии и Польши переполняло всю Европу. Мой отец был шведского происхождения, поясняет она. И мольбы моей матери не могли его удержать. Но прежде чем он уехал, девочка зашила маленький мешочек с солью и родной землёй, взятый из сада в пол его кафтана. Она сделала это по совету одного из двух его конюхов, который рекомендовал ей это как испытанное и безотказное средство взаимно связать двух людей. Об этих двух конюхах господина Торнафельда ещё будет идти речь в книге Марии Христины Бломе. Они выучат её ругаться и играть на волынке, хотя это искусство ей в жизни так и не пригодилось. Через несколько недель её отец уехал в лагерь шведской армии. Но через ночь маленькую Марию Христину разбудил тихий стук в раму окна. Сначала она подумала, что пришёл Ирод, сказочный король привидений, которого она часто боялась по ночам. Но это был её отец, шведский всадник. Она ничуть не удивилась, она знала, что он должен был прийти, ведь соль и земля тянут его к ней. Торопливые вопросы и ответы, тихие, нежные слова между отцом и дочкой. Потом оба умолкли. Он держал её личико в ладонях. Она плакала сначала от радости свидания, а потом, когда он сказал, что ему пора уходить. Он пробыл с ней четверть часа и исчез. Его странные ночные визиты продолжались. Иногда она просыпалась раньше, чем он стучал в раму. Случалось, что он появлялся несколько ночей подряд, а то не показывался две, три или даже пять ночей. И никогда не сидел с ней дольше четверти часа. Так шли месяцы. Почему маленькая Мария Христина не рассказала о ночных посещениях шведского всадника никому, даже матери, осталось загадкой для неё самой. В своих мемуарах она допускает, что однажды шведский всадник сам запретил ей это. К тому же она могла опасаться, что ей не поверят, даже будут высмеивать и уж, конечно, отнесут её ночные переживания к области сновидений или детских фантазий. В течение всего времени, когда шведский всадник появлялся у окна Марии Христины в их селесском поместье, останавливались шведские военные курьеры, менявшие лошадей по пути из России ко двору наместника и привозили сообщения об успехах христиана Торнефельда на шведской войне в шведском войске. Своей храбростью он привлёк внимание короля, стал ратмистром Вестготского полка, а позднее командиром смоланских драгун или смоланских. В битве при Голтве он повёл свой полк в безумную по отваге атаку и тем самым обеспечил победу шведских войск. После этого славного дела король обнял его перед всей армией и расцеловал в обе щеки. Мать Марии Христины была сильно опечалена тем обстоятельством, что её любимый муж сам ни слова не написал о том, как идут у него дела на войне. Но вздыхала она, может быть, у него в походе и минуточки нет свободной, чтобы послать письмецо хотя бы в пару строк. А потом настал летний июльский день, который маленькая Мария Христина запомнила навсегда. Это было после полудня, пишет она 40 лет спустя. Мы с мамой стояли в саду среди кустов малины и шиповника, там, где в траве прятался маленький языческий божок. На маме было лавандово-голубое платье, и она пыталась поймать кошку, которая разорила птичье гнездышко. Но кошке хотелось с ней поиграть, она так уморительно прыгала и выгибала спинку горбом, что в конце концов мама невольно засмеялась. И тут вдруг слуга крикнул, что приехал военный курьер. Мама побежала к нему, чтобы выслушать новость, и не вернулась в сад. Через час во дворе уже вовсю говорили о том, что при Полтаве была большая битва. Шведы побеждены, король бежал. А потом мне сказали, что у меня больше нет отца. Господин Христиан фон Торнефельд, мой отец, пал в самом начале боя. Русская пуля сбила его с коня, и вот уже три недели как его схоронили где-то около Полтавы. Я не хотела, не могла этому поверить, ведь прошло едва ли два дня, как он стучал в мое окно и говорил со мной. Был уже далеко заполдень, когда мама позвала меня к себе. Я нашла ее в длинной зале, на ней уже не было лавандово-голубого платья, и с той минуты я вообще никогда не видала ее иначе, как в траурной черной одежде. Она схватила меня за руки и горячо целовала. Мы долго сидели в молчании, потому что она не могла вымолвить ни слова. Дитя, наконец, сказала она голосом, в котором то и дело прорывались рыдания. Твой отец погиб в шведской армии на войне с русскими. Он больше не придет. Сложи руки и молись Отцу Небесному за упокой его души. Я недоверчиво покачала головой. Как я могла молиться за упокой души моего отца, когда я точно знала, что он еще жив? Он вернется, сказала я. Глаза мамы вновь наполнились слезами. Ах, нет, не вернется, схлипнула она. Он теперь в Царстве Небесном. Исполни же свой дочерний долг и помолись Отцу Небесному за душу твоего отца. Я не хотела огорчать ее пуще прежнего своим непослушанием и принялась шептать молитвы. Только я не стала молиться за душу отца, ибо знала, что он жив. Случайно взглянув в сторону окна я увидел траурную процессию, въезжавшую по проселку на склон холма. Она состояла из повозки с гробом, погонявшего коней кучера, да неторопливо бредшего позади священника. Покойником был очевидно какой-то бродяга, которого из христианского милосердия хоронили при участии священника. За душу этого бедного человека я и помолилась от всей души, умоляя Бога даровать несчастному блаженству на том свете. Но мой отец, шведский всадник, заключает Мария Христина фон Бломе свой рассказ, так никогда и не возвратился. Ни разу больше он не будил меня стуком в окно. Но как же могло быть, что он сражался в шведской армии и погиб на следующий день после той ночи, когда он стоял в нашем саду и говорил со мной. А если он не погиб, то почему же он не приходил больше и не стучал в мое окно? Эта темная, печальная и неразрешимая тайна сопровождала меня на протяжении всей моей жизни. Теперь следует рассказать подлинную историю шведского всадника. Это история двух мужчин. Они встретились в один из морозных зимних дней начала 1701 года в крестьянском сарае и заключили дружеский союз. А потом пошли вдвоем по проселку, которую вел из Апельна через занесенные снегом поля Силезии в Польшу. Итак, ребятки, я не знаю, насколько я соблюдал правила диктора, полюбуйтесь на картину Босха. Пожалуйста. Полюбуйтесь также на этот прекрасный вид, у которого я стоял. я сейчас запилю это видео и, как говорится, это будет первый опыт. Дальше я буду читать дальше уже с учетом, как говорится, грехов, которые у меня здесь были. субтитры и субтитры субтитры Продолжение следует...